Знакомство с Самарой. Заместитель министра регионального развития России Сергей Даркин начал с Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Сейчас здесь проводится серьезная модернизация производства. На предприятии строится 8 новых технологических объектов, реконструируется 50 действующих установок. Это нужно для того, чтобы полностью перейти на выпуск моторных топлив, соответствующих экологическим нормам Евро-4 и Евро-5. В этом году на модернизацию завода направлено более 11 миллиардов рублей. Куйбышевский НПЗ войдет в пул предприятий, которым будет оказываться поддержка на федеральном уровне. Моя главная задача – это первая прямая помощь федерального центра всей области и тем кластерам, которые сегодня развиваются. Самара – это такой очень живой, очень комфортный регион для бизнеса, как я вижу, что очень много работает, очень много торговых центров, компаний, малого и среднего бизнеса. В ходе рабочей встречи Дарькин с губернатором Самарской области обсуждали модернизацию системы ЖКХ. Николай Меркушкин отметил, в этой сфере скопилось много проблем. Для их решения субъект будет активно участвовать в федеральных программах. Зашла речь и о новом строительстве. Региональные влади намерены реализовать программу доступного жилья. Область окажет значительную поддержку тем застройщикам, которые будут продавать квартиры с 20% скидкой. Для людей жилье оказалось доступным. Речь идет о жилье где-то на уровне 30 тысяч, максимум 32 тысяч рублей за квадратный метр. Может быть, где-то будет и 26-28 тысяч. Это как в регионах, в регионах, в городах. Это существенное снижение, снижение стоимости. Понятно, сразу будет доступность. Говорили и о других масштабных проектах. В частности, о строительстве в регионе нового моста через Волгу. Отчасти это поможет реализовать и другие стратегические инициативы. Сделать так, чтобы новый или старый великий шоковый путь из Китая в Европу проходил через Самару. Вот я могу сказать, что это старый, но очень важный проект для всего мира. После встречи Сергей Дарькин заявил, что Самарская область может рассчитывать на помощь Минрегионразвития России в решении любых вопросов.